Огурец Огурец Самый древний и самый распространённый овощ на планете. Вырастить его можно практически где угодно. Важен только посевной материал. В этом экземпляре больше сотни семян. Ну не пытайтесь их прорастить. Огурцы на рассаду выращиваются специально. А вот из косточки мандарина, купленного в магазине, вполне можно вырастить деревцы. Круглый год цитрусовые радуют нас разнообразием плодов и яркостью красок. Неудивительно, что у многих возникает желание посадить косточку в горшок и попробовать вырастить собственное цитрусовое дерево. Если вы решились на этот шаг, то будьте готовы, что ждать полноценного ростка придётся минимум год. А по истечении этого срока ваш дичок ещё надо будет привить плодовым привоем, иначе урожая придётся ждать 7-8 лет. Вот, скажем, здесь у нас группа мандаринов, выращенных из семечек. В первую очередь нам их нужно будет рассадить, потому что они посажены очень плотной группой, они просто мешают друг другу развиваться. Эту группу можно взять целиком. Аккуратненько подкапываем со всех сторон земельков и аккуратно их прям вот с частью земли вытаскиваем. Вот здесь у нас вполне себе приличные корешки. Мы сейчас выберем самый мощный и попытаемся сделать на него прививку. Остальные мы тоже посадим группой, но уже не плотной группой, а через определённые интервалы, чтобы у каждого из них было место для развития корневой системы. Делаем это очень аккуратно, потому что корешки слабенькие, они очень легко обламываются. Ну вот, у меня тут есть кандидат на подвой. Вот, хороший одревесневший стволик и достаточно разветвлённые корешки. Его мы будем сажать в индивидуальный горшочек и прививать на него сортовой материал. А остальных мы посадим отдельно. Можно пересаживать в тот же самый грунт. Вот, примерно на треть мы заполняем субстратом горшок. Ставим туда аккуратно, чтобы расправлены были корни, ставим туда наш сенчик. И заполняем субстратом, аккуратно стараясь не поломать корешки. Нужно очень ответственно подойти к моменту уплотнения грунта вокруг корня, чтобы он у нас прочно держался с самого начала, потому что, ну, на него будет нагрузка в виде привоя. Аккуратно уплотняем грунт вокруг корневой шейки и поливаем. Пока у нас земляной ком оседает и пропитывается водой, мы можем заняться посадкой оставшихся наших сенчиков. Им достаточно будет вот такого горшка, но сажать мы их будем не единым, таким конгломератом, а мы их вот так распределим по краям, можно сказать. То есть, чтобы между ними обязательно были промежутки. Мы их поливаем и ставим в теплое, светлое место. Им нужно немножечко времени на то, чтобы привыкнуть к новому жилищу и отрастить хотя бы немножко корешков. Вот в такой коммуналке им уже будет значительно веселее. А вот этому нашему подвою предстоят тяжелые времена. Ему нужно будет тянуть на себе привой. Процесс прививки у нас тут будет ювелирный, поэтому это лучше делать сидя. Для такого маленького сенчика можно, ну, наверное, всего один сорт. Это итальянский мандарин с красивым названием Авана Тордио Дичакули. Верхнюю часть мы удаляем. И приступаем, собственно, к ювелирной части нашей операции. Мы будем делать прививку в расщеп. Делаем разрез на подвое. Длина надреза должна быть приблизительно в 4 раза длиннее толщины нашей прививаемой веточки. Сделали разрез. На клин срезаем веточку привоя. Нижний лист нужно будет удалить. Вставляем, совмещая комбиальные слои. Ну, попросту говоря, чтобы хотя бы с одной стороны у нас совпала кора. И фиксируем. Ну, я думаю, без фиксации дополнительной мы обойдемся, поскольку все равно нам нужно будет нашу прививку поместить в мини-тепличку. Пока срастаются, очень важно сохранить высокую влажность воздуха. Тепличку мы сделаем из обычной пластиковой бутылки. Примерно через 3-4 недели нужно будет начинать процесс приучения уже к комнатным условиям. В таком виде наша прививка должна стоять в теплом, светлом месте, без прямых солнечных лучей. То есть, это лампа. 12-часовой световой день – это то, что это оптимальное условие для цитрусов. Следить, чтобы температура не поднималась выше 30 градусов. Не трогать тепличку. В герметично закрытой вот такой мини-тепличке до месяца растения не требуют никаких мероприятий. Ни полива, ни опрыскивания влажности той, которая там есть, будет достаточно. Конечно, гораздо проще приобрести готовое дерево мандаринов в магазине. Но насколько приятнее вырастить свой собственный большой мандарин из маленькой косточки. Уход за нежным тропическим растением доставит удовольствие всей семье. И через несколько лет мандариновое дерево обязательно порадует вас ярким и сочным урожаем. Смотрите в ближайшее время. Кукуруза. Все тайны лечебных.